Здравствуйте! В эфире телеканала Карибу Новости. В студии работает Олеся Хитагурова. Сегодня в выпуске. Дорога на отсыпку. В который раз рыбаки просят власти обустроить проезд на недостроенный военный пирс. Открыть дом теперь можно с телефона, причем из любой точки мира. Первый умный домофон установили в Магадане. Караоке, взгляд изнутри. Продолжаем проект «Город делаем мы». Антинародными назвали региональные парламентарии закона о введении дополнительных дней запрета продажи алкоголя. Почему, расскажет Анна Карнетова. В областной думе в конце прошлой недели прошло заседание Комитета по экономическому развитию, бюджету и налогам. На нем депутаты рассмотрели проект закона о введении двух дополнительных дней, в которые запрещено продавать алкоголь – на Рождество 7 января и во Всероссийский день трезвости – 11 сентября. Сегодня в Магаданской области действуют такие ограничения на только пять дней в году. Стоит ли расширить перечень и как это повлияет на снижение объемов потребляемой спиртосодержащей продукции, размышляли законотворцы. Данный законопроект подготовлен в связи с неблагоприятной ситуацией с уровнем алкоголизации в Магаданской области. Мы из года в год находимся на последних местах в национальном рейтинге трезвости, который ведет член общественной палаты султан Султанович Хамзаев. Как и в прошлом году, как и в 2019 году, так и в 2020 году мы заняли 81 место из 85. Такая ситуация, конечно же, не может не тревожить правительство Магаданской области. В связи с этим и был подготовлен данный законопроект. Однако не все согласились с мнением докладчика. По словам присутствующих, аналогичный проект, который Дума принимала ранее, оказывается, никак не поспособствовал уменьшению количества покупаемых колымчанами алкогольных напитков. Если посмотреть в целом, по статистике, которая за год была, даже в такие дни, где есть выпадающие, скажем, когда есть запрет на продажу спиртного, то есть пазники, которые установлены в нашем региональном скандалерстве, в пересчете на конечный фактор, то есть получается то же самое. То есть это говорит о чем? О том, что фактически в те дни, которые действуют за бред, люди задариваются заранее. Поможет в данном ситуации за мертвым, где были, свеча, не более того. Вот пропаганда здорового образа жизни, то есть совместная работа с вашей, то есть с управлением культуры, с министерством культуры, то есть это безусловно принесет свои результаты. То есть запретительные меры, то есть моя позиция всегда была, если остается, она ни в коем случае не является рождающей. То есть люди, те, которые злоупотребляют вот этими беспиртыми напитками, когда не пили, так и пьют. Если они правильно в части сказали, хотя мне на второй рот от фарм, которые сказали, от суррогата меньше стали отравляться. Я думаю, это неправильная информация, неверная информация, потому что человек, если будет признать, что он не купит в магазине, он пойдет купит в другом месте, то есть это сразу вызывает массу злоупотреблений. Как отметил Александр Басанский, только пропаганда здорового образа жизни, проведение спортивных мероприятий смогут изменить ситуацию. А подобные предложения вызывают среди населения только отрицательный резонанс. Я категорически против вот этих законов, я буду против голосовать. Я считаю, что те законы, которые у нас есть, они практически достаточны по тем дням, которые уведены. Ваше выступление, оно фундаментальное в некоторых вопросах, но в то же время оно неубедительное. Моя точка зрения, то есть она расходится с некоторыми коллегами, депутатами. И я, в принципе, всегда говорил, что если человек, как говорят, если кто-то болото захочет, он его все равно в любом случае найдет. Что касается цифр, формирующих такую неутешительную для нашего региона статистику, то они не совсем верны. Большими партиями алкоголь вывозится через область в Якутию, потому что покупать его у нас для соседней республики дешевле. Область не имеет могучей сельскохозяйственной базы, из которой, так сказать, изготавливается самогон в Москве своих центральных и южных органах стран. У нас данные честные. А все, как раньше говорили в Старом Юрии, казенку никогда не покупали в сельской местности и в райцентрах центральной части России. Поэтому ставить нас заведомо на какие-то в девятом десятке позиций было бы некорректно. Мы ни лучше, ни хуже. А если с учетом брать образовательного ценза на территории Магданской области, у нас культурное население. Так что не надо себя записывать в лузеры. На самом деле выступающий сказал все сам. Самые главные вещи, которые он сказал, первое, что данный законопроект не приведет к уменьшению потребления алкоголя. Как и не приводили предыдущие меры, так и нынешнее предложение, ключевое слово выступающего, не приведет к уменьшению потребления алкоголя у населения. Правильно, да. Соответственно, главные цели данного законопроекта изначально не достигают. Второе. Это приведет, со слов выступающего, к пропаганде здорового образа жизни. Когда запретительные меры приводили в пропагандистский какой-то эффект. Запретительная мера потребления алкоголя приведет к пропаганде. Ну, запрет. Вот пропаганда спорта, это ведет к пропаганде уменьшения потребления алкоголя. А запрет на покупку алкоголя никакой пропагандистской составляющей не имеет. Продолжил тему спикер Колымского ЗАГС Собрания. Он заметил, что в первую очередь нужно бороться с наливайками. Тогда и будет результат. Если просто запрещать, да, и мы говорим, общий объем, он не увеличивается, а часть может переходить в какой-то теневой рынок обращения алкоголя на территорию Магаданского ЗАГС. И это отмечается уже, да. Это есть, да. Тут несколько, как бы, начинает суетиться и таксисты в эти дни, да. Начинает и интернет торговля возникать. И правильно здесь про наливайки говорили. Ну, это же нельзя, как бы, подходить к принятию вот таких решений, да, еще раз ограничивать эти даты, не имея такой вот комплексной, развернутой характеристики. И не имея четких посылов и гарантий, что эта система запрещения, она в конечном итоге приведет к положительному результату. В конечном итоге после всех премий большинство депутатов проголосовали против вынесения проекта закона на заседание Магаданской областной думы, посчитав его антинародным. Анна Корнетова, Руслан Пушкарев, специально для Карибу. Не так давно по социальным сетям разлетелось видео, в котором видно, как ребенок, катаясь на самокате на спортивной площадке возле 14-й школы, кинул камень в баскетбольный щит, разбив его в дребезге. Эту ситуацию сегодня на радио «Карибуарт» в программе «Честный разговор» прокомментировал мэр Юрий Гришан. Я хочу вам сказать, дорогие родители, вы, наверное, посмотрели этот ролик. Мы вашего ребенка найдем. Точно так же, как и нашли с помощью видеокамер тех детей, которые разбили фонари в парке «Маяк». Ровно так же, как нашли тех, кто испохабил камни на маске скорби. Ровно тех, которые уничтожили таблички возле магазина «Северное сияние», которые кому-то не нравилось, что там написали «Не сорить кормя голубей». Все это сейчас в городе прозрачно. Мы, на самом деле, благодаря интернету живем в большой-большой всемирной деревне. И что бы ни произошло в Магадане, если кто-то захочет узнать там в Сингапуре, что произошло в Магадане, он об этом узнает. Поэтому воспитывайте своих детей и готовьте деньги для того, чтобы оплатить их шалость. Родители размещают исчерпи, если что. Счеты, на самом деле, очень дорогие. Площадка была сделана по просьбе родителей 14-й школы. Вот там мы сделали футбольный поезд. По просьбе жителей домов Карла Маркса 62, 62А, 60, там общежитие студенческое. Просто люди туда ходили, играли. Теперь мы будем ждать, может быть, все летние месяцы, когда придут к нам новые щиты для того, чтобы их установить. Но мы и этого мальчика, катавшегося на самокате, тоже установим. И родители, будьте готовы к тому, что вы несете ответственность за поступки, которые совершают ваши дети. Но через комиссию это как минимум. И к судебному штрафу по возмещению ущерба это 100%. На этой неделе в редакцию нашего телеканала обратились рыбаки с просьбой вновь поднять вопрос ремонта дороги на отсыпку. Эту тему они еще зимой обсуждали с губернатором и считают, что сейчас самое время приступить к реализации запланированных идей. На военном пирсе побывала и наша съемочная группа. Старый недостроенный военный пирс – одно из любимых мест отдыха многих магаданцев. Леонид Васильев рыбачит на отсыпке уже полвека, часто приезжает сюда вместе с семьей. По словам мужчины, это идеальное место для пикника с детьми. Нет ветра, а значит, можно загорать и не бояться простыть. Тут есть все, что нужно. Рыбаки давно обустроили небольшие площадки, чтобы можно было пожарить шашлыки или приготовить уху из свежего улова. Кстати, он здесь неплохой. Есть корюшка, камбала, ерш и краб. Единственный минус – разбитая дорога. Добраться до отсыпки можно только на внедорожнике. Горожане все сюда едут. Плохая, неплохая дорога, какая есть, все сюда едут, потому что в черте города больше некуда деваться. Вот у нас бухта Гертнер есть, там тоже полно народу, там места не хватает. А здесь почему бы не сделать? Место хорошее, просто хорошее место летом. Когда леси распустятся, просто зону отдыха здесь можно раскрутить так, что здесь все будут выигрыши. И городские власти, и все структуры, и отдыхающие. Место хорошее, для этого дорогу надо делать здесь. С Леонидом полностью согласен Владислав Ян. По его словам, рыбалка на отсыпке заменяет многим пенсионерам отдых на материке. Некоторые приезжают сюда чуть ли не каждый день. Идеальное сочетание приятного с полезным. И свежим воздухом насладился, и рыбы на ужин наловил. Желательно бы, чтобы сделали дорогу нормальную, хорошую. Оборудовали вот здесь вот. Места много, можно оборудовать места, чтобы люди уходили, когда там мусор куда-то сбрасывали. Места, стоянки для машин. Это ж не так уж, я думаю, и дорого. Поэтому вот пускай власти задумаются об этом. Тем более, что сейчас в наше время всякая то пандемия, то еще что-то. Ну и все, что людям сидеть дома, что ли. Вот видите, опа, пока я вам говорил, тут уже и поехала. Вот так вот отдыхаем. Больше нам деваться некуда. Рыбаки рассказывают, следить за состоянием этой территории перестали лет 20 назад, когда точно стало ясно, что военный пирс достраивать не будут. С тех пор благоустройство лежит на плечах отдыхающих, которые всеми силами стараются сохранить то, что осталось. Этот мост несколько лет назад рыбаки укрепили собственными руками. Немного металла и несколько булыжников – все, что для этого понадобилось. Главное, что теперь они могут добраться до любимого места отдыха. Правда, каждую весну эту конструкцию подмывают, но мужчины делают все возможное для того, чтобы ее укрепить. Кто-то укрепляет камнями, кто-то привозит гравий. С просьбой помочь восстановить проезд колымчане еще зимой обращались к губернатору. Тогда по его поручению даже создали специальную комиссию, занимающуюся проблемами рыболовов. На одном из заседаний как раз и обещали уделить внимание этому вопросу. И, по мнению магаданцев, сейчас самое время приступать к реализации задуманного. От всех рыбаков обращаюсь к людям, ответственным за это дело, к губернатору, наверное, и кто отвечает за это, что действительно пора уже делать, уже наступает лето, скоро все потянутся на отсыпку отдыхать, загорать, рыбачить. Дорога на отсыпку вменяемая нужна, чтобы можно было проехать на машине, потому что это одна из небольших частей лица нашего города, куда люди приезжие и все там бывают. Ну, как-то стыдно. Ну, на Гатлион, какую дорогу изваяли? Потому что там рыбзавод. То есть, я не знаю, чьи там деньги, максишные были, администрация что-то давала. Но дорога в городе таких нет. Просто прокатитесь до Гатли и посмотрите, какая там дорога. А там у нас два объекта. Рыбзавод на Гатли и рыборазводный завод сразу за ОВН Заречном. Все. Но дорога-то шикарная. Значит, где-то деньги изыскали и сделали. Так что, я считаю, что... Не, надо, надо. И на старую, веселую надо, и туда надо. Ну, куда людям отдыхать, в конце концов, здесь? Что только на горняк или к мамонту. Ведь на Рублевку сделали дорогу, потому что там, ну, непростые же живут там. Вот так же надо, чтобы на старуху сделали, и везде надо делать. Раньше ее хоть смотрели, дорогу. Почему? Потому что там запчатку разрушили, правильно? Сейчас запчатки там нет. Ее возят через этот марпорт. И своя. И все. И ку-ку. И никому эта дорога не нужна. Получается. Она вроде как есть, но ехать по ней невозможно. Там же постоянно камни валятся с сопки. И, не знаю, ну, наше мнение, что нужна дорога. Нужна как бы рыбакам, не только рыбакам. Всем отдыхающим. Люди просто там нормальное, хорошее место. Можно поехать, отдохнуть. Все. Ну, нужна. Причем все, с кем мы поговорили, сходятся во мнении, что здесь не нужно укладывать асфальт. Разровнять грейдером, убрать булыжники, хотя бы засыпать дорогу гравием и сделать безопасным проезд по мосту. Все, о чем просят магаданцы. Это не потребует больших вложений, но зато позволит горожанам добираться с комфортом до одного из красивейших мест Нагаевской бухты. Олеся Хитагурова, Руслан Пушкарев. Специально для Карибу. Домофон стал умным. Современную инновационную систему теперь внедряют и в Магадане. Она разработана для максимального комфорта и безопасности жителей многоквартирных домов. Подробности далее. Умный домофон – это система доступа в подъезды, которая представляет целый ряд возможностей абоненту. Владельцы квартир смогут открывать общую уличную дверь с помощью своего телефона, находясь в любой точке мира, принимать видеовызовы, создавать временные коды доступа для гостей. Этот пилотный проект запущен уже и в Магадане. Кто к вам обратился, даже если вас нет дома, вы все равно увидите. Вам придет вот такой звонок. Вы, ответив на него, сможете спокойно увидеть, кто сейчас к вам обращается, услышать, поговорить с ним. И, если необходимо, открыть ему, соответственно, дверь. Если вдруг это необходимо. А также, дополнительно, если к вам пришли гости, вы не можете ответить, ну, не знаю, есть ключи хотя бы, да. Вы можете создать ему код, и он получит свой какой-то уникальный код, набрав его здесь, он сможет также попасть спокойно внутрь подъезда. По словам жильцов дома, где уже установили такое устройство, они им оказались довольны. Результат превзошел их ожидания. Спустя сколько у нас тоже стоит месяц, все довольны. Даже самые, которые были критики. Ваша бабушка ярые такие, да? Ольга Ивановна, критик стопроцентный и сказала супер вещь. Ольга Ивановна, да. Да. Ее очень часто мучают дети. У нас очень много детей вот здесь. И дети нажимают, когда на кнопку, и у нас звонят везде домофоны. Это пожилых людей немножко отвлекает. А сейчас нет. А сейчас она просто посмотрела и подошла к родителям, сказала успокойте своих детей. Отлично. Да, это вещь хорошая. Это не только ключ в дом, но и система безопасности. Да, это полная система. Во-первых, когда ребенок остается дома один, кто-то мы увидели в камере. Я, допустим, нахожусь на работе и вообще посмотрела. Кто-то пришел. Классная вещь. Рекомендуем. Цена за обслуживание такого домофона пока не указывается. Но по словам представителя Ростелекома, стоимость не будет сильно отличаться от той, которая сейчас есть на рынке. Он уверен, что в скором времени умные домофоны станут привычным явлением в домах Магаданской области. Анна Корнетова, Виталий Моряков. Специально для Карибу. Продолжаем проект «Город делаем мы». В нем мы рассказываем о колымчанах, работающих в абсолютно разных сферах. Напоминаем, что если и в вашем коллективе есть человек, любящий свое дело, и он готов поделиться профессиональными секретами с магаданцами, то звоните нам по телефону 602-002, и мы обязательно сделаем о нем сюжет. А сегодня материал посвящен караоке. Музыканты, певцы, караоке-мены и караоке-леди – звукорежиссеры, а среди своих и вовсе караокеры. Как их ни назови, именно от них зависит, насколько комфортным будет наше пребывание в клубе. Это они ищут песни по бессвязному набору слов, которые мы запомнили из всего текста, регулируют громкость рюмки водки на столе и задают тон всему вечеру, открывая его своим исполнением. Алиса Атаманова всегда мечтала петь, обучалась вокалу и сейчас работает в караоке. Уже больше года. По ее словам, выступление на сцене и прием заявок на песни – лишь малая часть ее обязанностей. Нужно подготовить аппаратуру к предстоящей ночи, обеспечить исправную работу микрофонов и идеальный звук, и, конечно, общаться с гостями. И без помощи тут не справиться. Поэтому в пятницу и выходные работают парами. Любимый напарник Алисы – Александр Тылор. Часов в 12 начинается основная волна, когда гостей просто море. И ты просто в какие-то моменты готов разорваться на части, потому что, как правило, есть гости, которые очень любят стоять возле бара, возле стойки оператора, там, где мы принимаем заявки. И иногда это тяжело, потому что ты, как матрица, просто вот так вот сквозь них пробегаешь, пролетаешь, чтобы тебя не облили, чтобы на тебя не наступили. На самом деле сложновато, да. Самый пик, самый пик песен – это 25 песен в течение часа, либо двух, с двух часов, либо с часу, часов до четырех. А потом остаются самые стойки и поют коня и так далее. Ну, в общем, в тот момент уже, как бы, ты уже силы на исходе. Но если у тебя напарник, и тебе хороший напарник, и если тебе с ним повезло, ну, все, силы у тебя не закончатся. По настроению постоянного гостя Алиса может угадать, какую песню он будет петь. Самое удивительное, по ее словам, то, что вслед за прозвучавшей композицией гости начинают заказывать все в таком же направлении. И тут важно вовремя понять, что пора менять тональность. Если вдруг я вижу, что гости поют какие-то грустные-грустные песни, и мы сами уже с моим напарником, Сашей, стоим просто уже под этой волной. Нас захлестывает эта волна просто грусти и печали. Я говорю, Саш, все, ставим стоп-очередь, я иду петь. Он такой, хорошо. Я выхожу и пою что-то веселое. И люди такие, о, а можно песню поменять? А можно песню поменять? На самом деле, вот когда песни меняют, это тяжеловато, потому что ты уже запомнил, кто что поет, и тут тебе человек подходит, мне поменять. И ты такой, ааа, боже, в смысле, подождите? Конечно, не обходится и без нештатных ситуаций. Все-таки ночь пятницы и субботы, то время, когда гости могут потерять чувство меры. С таким девушка тоже сталкивалась. Была такая ситуация, когда один очень настырный гость, все, пытался узнать мой номер, пытался узнать, замужем я или нет. Мой напарник отвечал ему, ну, знай сам, ну, знайте сами, вы же взрослый человек, узнайте сами. Я в этот момент, я все слышала, я, естественно, в тот момент я прорабатывала план, как забежать, что сделать, как ответить этому человеку. Ну, было такое, что этот человек просто мне схватил вот так за руку, за кистью. Ну, это было не страшно, это было смешно, потому что все-таки это было под утро, люди неизвестно всем, в каком состоянии. И он взялась за руку и сказал, я тебя украду, ты никуда не денешься. Это на самом деле, это забавная история, если честно. В этот момент за его спиной стоял охранник и говорит, куда? Куда? В смысле? Ну и все, в принципе, так мирно разошлись. Мы думаем, что теперь, отправляясь в караоке, вы по-другому будете смотреть на происходящее, понимая, насколько сложна работа тех, кто делает ваш вечер веселым и беззаботным. И не забывайте, что чаевые можно и нужно оставлять не только официантам и барменам, а всем, кто трудится для вас. Музыка Сейчас вас ждет информация о погоде. Не переключайтесь. Музыка На этом у нас все. Оставайтесь в курсе событий. Смотрите телеканал Карибу. Скоро будут новости. Музыка Музыка Музыка